Здравствуйте! Меня зовут Сергей Толмачёв. Вы смотрите специальный выпуск программы «Научная среда» на канале ОТС. Сегодня подводим итоги 10-го юбилейного международного форума «Технопром», который прошёл в экспоцентре и собрал больше 12 тысяч участников. Давайте обо всём по порядку. Начинаем с самого первого дня. Гостей «Технопрома» ждёт огромное количество летательных аппаратов. Это и квадрокоптеры, и бипланы, умные многофункциональные дроны. А среди новосибирских разработок универсальное воздушное судно «Сарма», которое способно летать и на электроприводе, и на двигателе внутреннего сгорания. Максимальная его полезная нагрузка 100 килограммов, и может эти 100 килограммов перевозить на 1000 километров. Мы его рассматриваем применение в трёх направлениях. Это агродроны, это перевозка грузов и мониторинг протяжённых объектов. Одна из главных задач ближайшего времени – это подготовка квалифицированных кадров. Сегодня на «Технопроме» подписали соглашение о строительстве в Тюмени нового кампуса мирового уровня. И таких кампусов в ближайшее время появится 25. Нам удалось ознакомиться с результатами деятельности национальных образовательных центров международного уровня, которые показывали здесь реальные результаты своей работы. И на панельной дискуссии обвести итоги, обсудить, как эффективно выполняется поручение президента с последнего совета по науке об эффективной интеграции научно-технологического развития в региональную повестку, региональную экономику. Кроме того, в Новосибирск приехали делегации из 39 стран мира – от Белоруссии до Бразилии. Но главное то, что в подавляющем большинстве разработок, которые представлены здесь на выставке, участвовали сибирские ученые, конструкторы, эксперты. Это наши. Все изначально разрабатывается в Новосибирске, проектируется, производятся все расчеты. В конечном итоге мы здесь же в Новосибирске производим, отправляем на объекты выполнения работ. И наши же инженеры выезжают на сопровождение. Соответственно, здесь полный цикл. На юбилейном форуме «Технопром» организаторы впервые изменили формат. Теперь Новосибирск становится действительно центром принятия решений в научно-технологических инициативах. Впервые в Новосибирской области соберутся заместители губернаторов разных регионов, субъектов Российской Федерации, ответственных за научно-технологическое развитие. Кроме этого, предусмотрено 10 отраслевых треков. Все основные федеральные министерства и крупные корпорации нашей страны проводят отраслевые треки, которые состоят из десятков мероприятий. «Технопром-2023» — это больше 200 различных мероприятий, сессий, питчингов, конференций. Всего за 4 дня здесь примут участие только в очном формате 12 тысяч человек. Был у «Технопрома» так называемый «день нулевой», когда гости Новосибирска смогли проехать по туристическим маршрутам, которые предлагают в «Академгородке». Давайте посмотрим, как это было. Новосибирский государственный университет до конца каникулы еще две недели, но корпуса не пустуют, здесь вовсю идет работа научная. Например, Евгений Мостович с коллегами трудятся над будущим сложнейшие электроники. Вы можете сделать сенсор, поместить его внутрь вашего тела, он будет биосовместим, не будет отторгаться тканей, может стать частью вашего организма как таковой. То есть, грубо говоря, решаем вопросы об имплантировании этих устройств внутрь. Органические молекулы составляют, как кубики конструктора Лего, получаются эластичные структуры, пленка или гель. Они в будущем в электронике могут заменить дорогостоящий кремний. Получаются гибкие и маленькие устройства, которые могут работать даже в организме человека. В некоторых местах эти прибыли сталкиваются. В нашем глобусе эти места показаны синими линиями и стрелками. И расставляющимися стрелками. Очень интересно проследить, где же происходит столкновение этой линии. Как действует вулкан, как формируется полярное сияние, это уже в университетском музее. Посетителям здесь даже предлагают провести свое мини-исследование. А вот в Институте цитологии и генетики расскажут о том, как превратили в домашних милых животных диких лис. И зачем держат столько мышек. Эти маленькие существа живут практически в номерах люкс. Просторные домики, в них индивидуальный микроклимат и регулярное питание. Это не просто мышки, это настоящие друзья науки. На них исследуют, как движутся наночастицы в Москву, что в будущем позволит доставлять лекарства даже от самых тяжелых форм рака. Просто через обычные капли в нос. А вот за этой дверью располагается магнитно-резонансный томограф. Он самый мощный в России. На нем как раз и осуществляют все эти исследования. С камерой сюда нельзя. Слишком мощные магниты и техника просто перестанет работать. Институт ядерной физики не только площадка для сложнейших исследований. Это и производство сейчас здесь выполняет важнейшую задачу. Создает оборудование для сибирского кольцевого источника фотонов. Вот в этом хитросплетении труб магнитов рождается, набирает нужные свойства. Тот самый пучок заряженных частиц, из которого потом будут рождаться фотоны. И большинство из того, что сегодня мы увидели, смогут увидеть и туристы. Мы надеемся, что те, кто сегодня относится к категории молодых ученых, и те, кто только выбирает свой путь в науку, получив возможность работать на уникальной установке, ну, возможно, здесь у нас будущие Нобелевские лауреаты. Нам бы этого очень хотелось. И такой научный туризм набирает популярность во всей стране в рамках десятилетия науки и технологий. Открыто 43 экскурсионных маршрута с погружением в физику, химию, биологию в 12 регионах России. Все четыре дня в экспоцентре работала большая выставка технологических достижений. Например, вот на этом стенде представлена система машинного зрения, которую можно применять на карьерах. Измеряет объем, получается, горной породы. Также у нас еще на установке представлены профилометры, которые могут считать поверхностные дефекты, также количество предметов, также объем, площадь поверхности. Ну, в общем, также наша компания еще может интегрироваться в различные системы с помощью скады. То есть мы можем замерять, в принципе, все, что угодно, что связано с машинным зрением. А конструкторы из Ивановской области привезли очень необычные весы, которые наверняка пригодятся любой логистической компании. Умные весы, которые за одну секунду измеряют груз, когда положить их на весы, измеряют вес, ширину, высоту, длину, объем, делают фотографию и передают все эти данные в учетную программу. Могут измерять как коробки, так и сферического рода предметы. В общем, они очень активно используются на логистических подах и транспортных компаниях. В этом форуме приняли участие делегации из 39 стран мира, начиная от Белоруссии и заканчивая Бразилией. Такая обширная география. И подписано много важных соглашений. Давайте посмотрим, что обсуждали, о чем говорили и что подписывали на технопроме. Когда нефтяники бурят сверхглубокие скважины, им необходимо погрузить в них вот такую обсадную трубу, чтобы добывать нефть. Но при сложных грунтах это, возможно, не всегда. И вот для этого используют вот такой специальный башмак. Эту уникальную разработку придумали и сделали в Новосибирске. Еще несколько лет назад разработок нефтегазовой сферы в Новосибирской области почти не было. Сейчас это целая отрасль промышленности. Технологиями заинтересовались и делегации африканских стран на встрече с губернатором. Ну, конечно, мы заинтересованы, чтобы они расширили свои возможности поставки продуктов и сервиса не только внутри России, но и, например, стороны Африки, добывающим компаниям, расположенным в вашем государстве и на вашем континенте. Также готовы поделиться опытом, по сути дела, создания, выращивания такой отрасли с нуля, как произошло в Новосибирской области. Готовы рассказать, благодаря каким институтам, инструментам у нас произошел такой рост. На технопроме заключают десятки соглашений. Одно из них с крупнейшим оператором связи, о внедрении цифровых сервисов в медицину области, чтобы врач мог постоянно мониторить состояние пациента. На выставках в экспоцентре вообще много новинок, которые сохраняют и возвращают здоровье. Например, биологические препараты. Нет, но мы за все беремся, потому что технология универсальная, и мы можем любые дисфункции убирать. И так куда как бы дотягиваемся, сейчас массово уже восстанавливаем. ДЦП, аутизм, даже синдром Дауна, даже генетические нарушения детки. Хотя классическая медицина, говорит, там невозможно, чтобы он заговорил. У нас достаточно быстро они начинают говорить, и мы вот сейчас тоже прорабатываем через общественные палаты, для того, чтобы уже как-то выходить и делать. Уже прошли клинические испытания, и работают новые системы, которые заменяют традиционную хирургию. Да, вот клинику прошло. Да, так точно, уже используется. Ну, по сути, это современный высоко-технологичный скальпель, который лазером может прижигать и разрезать те ткани. Особенность этого года в том, что все участники постарались привезти в Новосибирск абсолютно новые разработки. На ваш вопрос, что изменилось в Технопроме, посетив выставку, можно сказать, изменилось все. То есть даже при большом количестве постоянных участников, ну, в частности, компания АДК второй год выставляется на выставке, ничего повторяющегося по сравнению с прошлым годом я не нашел. Кроме того, на форуме активно работают крупные корпорации, которые вкладывают деньги в наукоемкие проекты, в том числе университетские. И после Технопрома таких проектов точно станет больше. Неизменный спутник Технопрома – венчурная ярмарка, на которой инноваторы ищут инвесторов в формате B2B, то есть в личном общении. Появились наши новосибирские инвесторы. Вот здесь у нас стенд-клуб «Бизнес-ангел» в Сибири и Дальнего Востока. То есть такая молодая поросль, у которых не сотни миллионов рублей, но 5-10 миллионов они в проект готовы вложить. Но и промышленники тоже повернулись лицом к инноваторам. Им надо решать срочно свои проблемы, увеличивать свою производительность. И не только на ярмарке мы проводим серию мероприятий в течение года биржи контакта между промышленностью и инноваторами. А это как бы уже вишенка на торте, венчурная ярмарка, где все в одном месте. В этот раз на ярмарке представили 30 проектов. Давайте познакомимся с одним из них. Собирается она из коробки очень просто. Нужно буквально просто вытащить ее и накрутить антенну. Небольшая коробка с яркими светодиодами. На сборку агрегата программист Семен Ильясов тратит лишь несколько минут, говорит технику удобно носить с собой и можно использовать даже в лесу. Портативную систему обнаружения беспилотников создали на базе искусственного интеллекта. В нашем случае мы посылаем нейросети данные из эфира. Она их обрабатывает и на выходе говорит, есть ли дрон в эфире или нет, и какой это дрон. У дронов одной фирмы, конечно, сигнал, скорее всего, будет одинаковый. Но если брать дорогой дрон и дешевый, собранный в полевых условиях, то у них будет сильная разница в сигнале, и эта нейросеть способна улавливать. Программисты поясняют, для эффективной охраны определенной локации необходимо составить карту местности, изучить шумы в радиопространстве и исключить ложные срабатывания. Для демонстрации системы разработчики запускают в небо настоящий дрон. Мы можем наблюдать примерно дальность дрона. Сейчас у нас дистанция 200, высота и километр по дальности. То есть, в принципе, саму дистанцию можно посчитать. Он раз в какое-то время, соответственно, обновляет эту информацию. Ну и сейчас наш оператор, я думаю, произойдет налет. Чем ближе беспилотник, тем больше на табло горит светодиодов. Красный сигнал – критическая дистанция. Время автономной работы устройства несколько суток. Оно не издает звуков и шумов. Поэтому его нельзя обнаружить с помощью других систем. В современной реальности такой функционал незаменим. Достаточно быстрыми темпами мы вышли на заключение контрактов. Получили предзаказы. Сейчас наша система будет устанавливаться на один полноценный стационарный объект. Наша система, она может быть установлена... Ну, ее можно взять с собой в рюкзаке и нести. И это система, которая, вероятно, сохранит жизнь. Свою разработку компания продемонстрирует уже в этом году на сибирской венчаной ярмарке в рамках технопрома. Очень многим из того, что было представлено на форуме в качестве опытных экспонатов, все мы сможем пользоваться уже в ближайшее время. Технологии неумолимо идут вперед. Технопром 2023 завершен. До встречи на технопроме 2024. Вы смотрели специальный выпуск программы «Научная среда». Меня зовут Сергей Толмачев. Ровно через неделю поговорим о смарт-пикнике в Новосибирском государственном университете. Увидимся и удивимся. Редактор субтитров А.Семкин